Средняя школа номер 11 – самая большая в Брестской области. На данный момент здесь 2997 учащихся, 189 педагогических работников, а общее количество сотрудников – 255. А где много людей, выше риск заразиться коронавирусной инфекцией. Ввиду этого многие педагоги решили не рисковать и не полагаться на случай, тем более, что есть возможность привиться прямо на работе. По моему скромному мнению, вакцинация населения от COVID-19 на данный момент дело не столько нужное, сколько необходимое, потому что это шанс защититься от коварного вируса. И отказываться от вакцинации – это то же самое, что знать, где выход, и упорно не желать им воспользоваться. Профессия педагога – все-таки профессия социальная. Мы постоянно контактируем с детьми, с законными представителями, поэтому в первую очередь необходимо обезопасить себя, своих близких, учеников, которые мы входим ежедневно в классы. Поэтому вакцинацию мы считаем нужной и необходимой. Педагогы в порядке очереди принимали медицинские работники третьей поликлиники. Главное – добровольное желание каждого. Перед вакциной мы человека полностью осматриваем, это все объективные его показания. Измеряем температуру тела, давление, сатурацию. Осматриваем, слушаем, измеряем давление. На фоне этого уже ставим отметку – здоров пациент или нет. Опрашиваем на наличие каких-то хронических заболеваний и был ли перенесен ранее ковид. Может быть, что-то в семейных еще. Исключаем все возможные патологии и даем добро – прививается пациент или нет. Любое отклонение, как от температуры выше 37. И повышение давления – это уже является противопоказанием. Прививаем мы на данный момент это двумя вакцинами. Это гамм-ковид-вак и китайская вакцина SARS-CoV-2. Обе вакцины состоят из двух компонентов. В случае с китайской – пациенту повторно поставят прививку с тем же составом. Используется проверенная технология, когда в организм человека вводится предварительно убитый вирус. В ответ вырабатываются антитела. А вот в российском варианте в ампулах разное содержимое. Поэтому проставлен номер компонента. Вакцина работает иначе, но помимо антител позволяет выработать клеточный иммунитет. Выборы есть, однако на испытаниях эффективность российского варианта выше. Такие же инструкции получили в этот день 18 работников. Эта встреча с медиками здесь уже не первая и наверняка не последняя. А пример у 11-й школы могут последовать и другие организации. Достаточно оставить заявку в медицинском учреждении.